Всем привет! Магазин Папироска РФ приветствует вас! Меня зовут Маша и вы смотрите обзор на обслуживаемый атомайзер от компании H-Pro под названием Batchelor. H-Pro Batchelor представляет из себя односпирально обслуживаемый танк с нестандартной системой крепления спиралей, способный выдавать большое количество пара. Также производителям предусмотрена возможность установки уже готовых спиралей. Это решение немного сложнее в установке, но зато позволяет добиться лучшего вкуса, нежели чем на сменных испарителях. Танк выполнен из нержавеющей стали со вставкой из стекла Pyrex. Объем вмещаемой жидкости составляет 4 мл. Высота составляет 73 мм, а диаметр 22 мм. Вес танка 74 грамма. В комплект поставки помимо танка входит инструкция, запасное стекло, сменная спираль, выполненная из никелевой проволоки с сопротивлением 0,2 Ома, также комплект дополнительных запчастей, где мы можем найти уплотнительные кольца, пару винтов под шестигранник и шестигранный ключ. Batchelor представляет из себя вместительный и стильный атомайзер, способный выдавать большое количество пара при небольшом расходе жидкости. Также у бака имеется пара интересных фишечек, но обо всем по порядку. Сверху находится удобная откидная крышка для заправки, которая в точности копирует по конструктиву крышку из танка TFV-4 от компании SMOK. Откинув крышку, мы можем увидеть два отверстия для заправки, через которые можно заправить танк практически из любой бутылки либо пипетки. Здесь также находится прокладка для упрощения процесса заправки, которую при желании можно заменить. Сам шарнирный механизм получился весьма крепким, но все же для более безопасной транспортировки в кармане лучше всего использовать дополнительный вейбенд. Как жаль, что производитель не положил его в комплект поставки. Также сверху располагается 510 дриптип, который имеет комбинированную форму. Верхняя его часть выполнена из нержавеющей стали, нижняя из делрина. За счет этого дриптип практически не нагревается при парении. Дриптип имеет большое отверстие для вывода пара, а в корпусе танка держится за счет двух уплотнительных колец, поэтому никакого люфта не присутствует и дриптип сидит на месте уверенно. В середине располагается большое стекло для отслеживания количества жидкости в баке. Стекло сверху и снизу держится на уплотнительных кольцах и в случае чего его можно без проблем поменять. Под стеклом располагаются два больших отверстия обдува с удобным кольцом регулировки. Кольцо имеет среднюю по тяжести ход, на выбранном положении фиксируется уверенно. С двух сторон у кольца имеется упор, но он сделан не для фиксации кольца обдува, а для того, чтобы можно было регулировать подачу жидкости. Если мы посмотрим внутрь, то на куполе мы можем увидеть четыре отверстия регулировки подачи жидкости. И если мы будем прокручивать тело атомайзера по часовой стрелке, то откроем отверстие для подачи жидкости, против часовой соответственно закручиваем. Еще важно не забывать перекрывать отверстие обдува при заправке танка. В целом регулировка как обдува, так и подачи жидкости мне понравилась. Устройство обладает свободной по тяжести затяжкой, но если почти полностью перекрыть отверстие обдува, то оно станет средней по тяжести. но все же ближе к аналоговой. Кстати, даже на свободной затяжке у устройства довольно сильный труд-хит, даже у жидкостей с низким содержанием никотина. Снизу располагается нерегулируемый пин, который немного выпирает из корпуса атомайзера. Далее давайте до конца разберем бак. Как вы видите, шахта атомайзера состоит из двух частей. Купол, он же система регулировки подачи жидкости, внутри имеет конусообразную обработку. Ну а теперь давайте взглянем на базу. Как мы видим, здесь нет привычных нам стоек. Ножки спирали опускаются в отверстие и фиксируются винтами под шестигранник сбоку. Длина ножек должна быть около 7 мм для правильного расположения спирали. Также из-за того, что обдув представляет из себя отверстие диаметром 3,5 мм, расположенное по центру, то лучше всего сюда наматывать спираль, выполненную по технологии space coil, то есть с расстоянием между витками. Так спираль не будет подогреваться, а фитиль подгорать. Также на базе около одного из отверстий для установки спирали находятся два дополнительных отверстия с неведомой функцией. Скорее всего, так как отверстия сквозные, то они выполняют функцию дополнительного обдува спирали. Ну а теперь давайте перейдем к намотке. Лично я советую для данного бака изготавливать спирали с расстоянием между витками и минимум из проволоки диаметром 0,4 мм. Я буду устанавливать спираль из 0,4 фехрали на 6 витков на оправу 3,5 мм. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok По итогу мы имеем интересный бак, который, несмотря на работу от одной спирали, способен выдавать большое количество пара. Поэтому, если вы не готовы к большому расходу жидкости на двух спиральных баках, то можете смело обратить внимание на данный атомайзер. Еще раз ознакомиться с описанием товара вы можете на сайте Папироска.РФ. Также следите за новостями магазина на сайте в Инстаграме, ВКонтакте и на форуме ЕсикТолк. Не забывайте оценивать видео, подписываться на канал и оставлять ваше мнение в комментариях. С вами была Маша, всем пока!